Всем привет! Меня зовут Даша. И сегодня история будет вот о чем. Где-то полтора года назад. Торкновидшая с примером Джулии Пауэлл, которая приготовила просто все подряд рецепты из книги легендарной Джулии Чайлд. Я решилась на такой вот эксперимент и повторить ее опыт, ну, готовя все блюда из книги Дианы Бухальц. Повальная книга Гарри Поттера. Я ее вам уже показывала и в своем намерении тоже говорила. Итак, свой самый первый рецепт по этой книге я приготовила 24 мая 2019 года, а последний 17 сентября. Но, к слову, все-таки все при все я не смогла приготовить блюдо, потому что какого-то технического оборудования у меня не было. Я сочетала расточительным приобретать его просто из-за двух-трех блюд, не имея намерения в дальнейшем использовать. И не все ингредиенты у нас в продаже имеют место быть. Их надо долго и тщательно искать, либо вообще заказывать через интернет. И я не была готова к подобным приключениям. Так что все-таки здесь я менее упрямо, чем Джули Пауэлл. Поэтому здесь где-то 150 рецептов в общей сложности. И из них около 30 мне пришлось ну, кого вы просто пропустите. очень неудобно, что в этой книге нет содержания, либо какого-то деления на разделы, допустим, горячие закуски, выпечка и так далее. Поэтому мне пришлось, положив перед собой книгу, просто все это перепечатать в свой блог по нужным, по удобным разделам. Ссылку на этот список я оставлю под видео, сможете ознакомиться и там же есть емкая оценка этих блюд. Сейчас я вам озвучу. Значит, баловство. То есть, это вкусно, но у втчинка выделки не стоит. Прикольно. Легко готовится, но вкус обычно ничего сверхестественного. Вкусно, ну тут бабки не ходи, вкусно. Нет в продаже. То есть, как я уже озвучила выше, какого-то технического оборудования у меня нет. Просто в доме я сначала не целесообразно его приобретать, либо я не смогла найти необходимые ингредиенты в продаже. Что-то пошло не так. Идея хорошая, но рецепт нужно доработать. Рука поп. Рецепт хороший, у меня руки не оттуда растут. И провал. Отсутствие успеха. Каким образом я вела? То есть, этот пост, он был в блоге также для того, чтобы я у меня не увял вот это вот желание все готовить подряд. И, кроме того, это помогало мне самоорганизовываться. То есть, тот рецепт, который я приготовила, я его эффект вычеркивания к нему применяла. И рядом ставила слово, характеризующее, получившись все результаты. Я его только что подчислила. Если я намеревалась приготовить какое-то блюдо, я рядом ставила радостный смайлик с названием этого блюда. Причем я готовила не по книге. Кухонька у меня маленькая, а вот формат книги, как вы видите, достаточно крупный. Кроме того, мне не понравился способ, которому прибегнула автор рецепта поработки. Слишком много слов подряд. И поэтому каждый рецепт я выписывала себе на листочек, так как удобно мне, на более подробное количество шагов. И чтобы точно ничего не пропустить, я привешивала с помощью магнитика к воздуходувке у себя на кухне. И таким образом у меня была экономия пространства на кухне, и мне было легче интересоваться. Кстати, благодаря этому списку в блоге, про который я упомянула, я избежала одной напасть. Дело в том, что когда мне оставалось где-то рецептов 10 до полной поработки книги, я психанула. Так-то я по одному рецепту выписывала постепенно, а тут я психанула и выписала все. Я ставила эту стопку листочков на подоконнике, а ночью пошел дождь. Окна была открыта, все это завелило, и вся эта стопочка превратилась в чернильное пятно. И если бы не мой список на блоге, то я бы даже не знала, какие рецепты, собственно, пропали. Но так как я в блоге эти рецепты отметила с Маликом, я очень легко их не нашла и заново переписала. Пока готовила, у книги я заметила следующие слабости. Я себе зафиксировала, чтобы ничего не потерять. Значит, мягкие фрукты предлагается в блендере почему-то взбить, а не измельчить. Ну, здесь может быть и вина переводчика, а может быть и нет. В разных рецептах бульон измеряется то в стаканах, то в граммах, то есть нет единой системы на все счеты. Помимо того, что это некорректно, такие разночтения еще неудобны. Например, отмерять 6 стаканов менее удобно, чем 1,5 литра. Объемы. Они-то слишком большие. Причем преимущество весь Хогуртс. Такого объема хотел бы накормить. То слишком маленькие. Хобби-то, чтобы накормить одного. Маленького, новорожденного. То есть я пока готовила, я сразу поняла, что мне просто нужно все количество ингредиентов длить на 2. А то и на 3 иногда, чтобы получился адекватный объем. Тоже могу сказать и о твердых ингредиентах. В рецепте, например, может быть указано, что понадобится полстакана тертого сыра. Вот я натираю его и специально перекладываю в стакан, чтобы точно измерить. Это тошное. Это не только неудобно, но и посуда лишняя пачка лепится. Гораздо проще было бы указать граммах. Предлагает более трудоемкие процессы готовки, чем можно было бы сделать. Например, шоколад, который так растопится в любом случае в процессе приготовления. Она предлагает не растопить в микроволновке или на водяной бане, а натереть на терке. Это не дает вообще ровным счетом ничего в итоге. Не в плане удобства, не в плане готовки, не в плане вкуса. Именно на натирание шоколада, согласитесь, уйдет больше времени и нервов, чем на его растопку. Причем, вот, раз уж я сказала о микроволновке, при указании сделать то или иное в микроволновке, почему-то не указывается мощность, количество ватт. В принципе, можно догадаться, если вы, так сказать, не первый раз готовите, что, допустим, скреть, если нужно молоко или воду, то 600 ватт. А, допустим, что-то, ну, сварить картофель, это нужно 750. Но дело в том, что здесь такая тематика, повальная книга Гарри Поттера. Мне кажется, ей могут заинтересоваться детки. Вот, и они-то всех этих тонкостей не знают, они-то менее опытные, чем, видимо, надеется автор. Ну, и самое важное, неадекват по времени. Пишет выпекать час, а пирог готов уже через 15 минут. У меня был случай, когда она написала в рецепте час, а через 5 минут уже было готово. Причем, дело не в том, что у них духовка какая-то сильно мощная. Пока я работала над рецептами из книги, я поменяла плиту. И все равно, как бы, результат оставался прежде. То есть у нее по рецепту было очень много времени, а в духовке у меня в кратчайшие сроки было готово. Хорошо, что я все-таки такой опытный, достаточно кулинар. И не надеюсь на автора, поглядываю, и способна, находясь в другой комнате, по аромату понять, что блюдо пора вынимать. Вот, а если бы нет, сколько бы блюд я сожгла? К тому же не могу не подметить, что некоторые из рецептов повторяются. В общем, из примерно 150 рецептов, такой емкой, если как вкусно, удостоилось только 36 блюд. Все их названия и с указанием номера страницы я оставлю под видео. Вот такой у меня случился опыт готовки рецептов из книги. Собственно, рада. Но сутая назовучена выше слабые места. Я все-таки кое-чему-то книга меня научила. Ну и, конечно, опыт, даже когда он негативный, он все равно в итоге оказывается положительным. Я считаю так. Продолжение следует...